Всем привет, с вами Денчик и сегодня я расскажу как разблокировать фпс в игре Playerunknob Battlegrounds или просто PUBG. Погнали! Многие замечали, что в меню игра лочит фпс на 144, то есть выше никак не подняться. Неважно какие настройки, 1080, 1080i, 2 1080i, i9 Intel, AMDшные райзены, неважно что и как, всегда будет 144 фпс. И все же есть способ как сломать фпс. Смотрим вправо вверх, уже 270 фпс у меня в меню, соответственно дальше переходим к действиям. Как же это сделать? Для того, чтобы разблокировать фпс, нужно в файл engine, который находится по пути, cusers, ваше имя, компьютера, апдата, local.tslgame.savedconfig.windows.noeditor, прописать определенную строчку. В описании под видео будет указана вот такая строка, %local.appdata.tslgame.savedconfig.windows.noeditor. Копируем эту строку, вставляем и переходим по этому пути. Перед всеми последующими действиями я рекомендую выделить все файлы, скопировать, можно даже создать здесь папку 1 и вставить копии рабочих файлов. Если что-то накосячите, у вас будет возможность вернуть рабочие настройки. Далее нам нужно открыть файл engine. Правой кнопкой открыть, либо открыть с помощью блокнот. И вставляем из описания под видео вот такую строчку. Script.tslgame.tslengine.frameratecap.0. После этого нам нужно сохранить этот файл. Нажимаем файл. Сохранить. Закрываем. И обязательно правой кнопкой свойства только чтение ставить атрибут. Нажимаем ОК. Для проверки еще раз открываем. У нас появляется вот эта строчка. Закрываем. Правой кнопкой свойства у нас должна быть галочка только чтение. Нажимаем ОК. Можно это свернуть. И запускаем нашу игру. Запустили игру. Смотрим справа вверху. 270 фпс. Это на моем компьютере. На моем железе. Фпс у каждого будет разный. Если у вас не отображается фпс. Настраиваем следующим действием. Стим. На панели пуск. Справа внизу возле часов. Есть значок стима. Правой кнопкой мыши нажимаем. Настройки. Далее переходим во вкладку в игре. Включаем оверлей стим в игре. Ниже отображение частоты кадров. Здесь у вас будет отключено. Выбираем нужный вам угол. В левый верхний. Правый верхний. Нижний левый. Нижний правый. И ставите галочку высокий контраст счетчика кадров. Нажимаете ОК. Итак. Мы получаем максимально возможный фпс. В данной игре. Если зайдем в настройки. И поставим вертикальную синхронизацию галочку. Нажмем применить. То фпс будет лодчиться на вашу герцовку монитора. То есть у меня 180 герц. Соответственно фпс будет максимальный 180. Если у вас монитор 60 герц. Вы получите максимум 60 фпс. Если у вас 85 будет соответственно 85 фпс. 120 будет 102. 144 будет 144. 240. Если тянет будет 240 фпс. Надеюсь это всем понятно. Выключаем вертикальную синхронизацию. Получаем максимально возможный фпс. На вашем компьютере. На вашем железе. На вашем процессоре. Видеокарте. И так далее. А теперь я расскажу как ограничить фпс. Есть два варианта. Первый это через engine. Второй это game user settings. Начнем с первого. Если вы хотите заблокировать фпс. Например в 120. В 100. В 110. В 140. В 90. В 60. В 50. Это делается следующим образом. Убираем галочку только чтение. Нажимаем применить. Открываем его. Здесь вы можете указать значение которое вам нравится. Например вы хотите ограничить фпс. Например в 100. Или в 90. Или в 60. Или в 120. Не важно. Фпс который вы привыкли играть в других играх. Вы можете указать здесь. Сейчас проверим. Я ставлю не 120. А например. В 118. Файл. Сохранить. Правой кнопкой мыши. Свойства. Только чтение. Не забываем ставить. И заходим в папку. Зашли в игру. Смотрим вправо вверх. Или где у вас там будет указатель фпс. Мы получаем 118 фпс. Как и ограничили. Таким же способом вы можете поставить. Например. 76. Или 72. Сохраняем. Правой кнопкой свойств. Не забываем снимать. И ставить галку только чтение. Запустили игру. Смотрим. 72 фпс. Ни 144. Ни 270. 72. Как вы ограничили. Второй вариант. Убираем галочку с engine. Только чтение. Убираем эту строку. Которую мы вписывали. Чтобы разблокировать фпс. Убираем полностью. Стираем. Нажимаем файл. Сохранить. И заходим в game user settings. Пролистываем в самый низ. И находим строку. Frame rate limit. По умолчанию. Почему-то разработчики ставят 1000 фпс. И потом они лочат на 144. Где логика. Но да ладно. Frame rate limit 1000. Здесь вы также можете поставить ограничение любым значением. Например. Ммм. 99. Файл. Сохранить. В отличии от файла engine. Этот файл не нужно ставить. Только чтение. Ставили 99. Заходим в игру. Ограничили на 99. Смотрим вправо вверх. 98. 99. 100. Оно будет чуть-чуть прыгать. Самое важное. Что мы его ограничили. Вторым способом. Каждое значение вы можете подбирать под себя. Через engine. Или через game user settings. Не забывайте. Если вы используете engine. То ставить нужно галочку. Только чтение. Файл game user settings. Не нужно ставить галочку. Только чтение. Просто изменяете данный параметр. Данную строку. Frame rate limit. Единственный вопрос остается. Зачем разработчики заблокировали фпс на 144. Хотя игра может спокойно выдавать 300 и более. Конечно можно было бы обратиться к разработчикам. Чтобы они добавили вот здесь настройки экрана. Такое же ползунок как обзор фпс камеры. Такое же ограничение. Можно было бы выбирать сколько ты хочешь ограничить фпс там от 30 до 300 и так далее. Потому что игра спокойно может выдавать такое количество кадров в секунду. И каждый человек может под себя настроить игру и настроить фпс. Было бы неплохо согласитесь. Ну что ж на этом в принципе все. Мы разблокировали фпс. И если ограничить фпс кому-то нужно чтобы сэкономить ресурсы компьютера. То пожалуйста ограничивайте. Разблокировка вы можете посмотреть сколько может выдать эта игра на вашем железе. Еще раз повторюсь что у каждого будет свой максимальный фпс. То есть если у вас компьютер или ноутбук с пентиумом каким-то двухъядерным. Вы никак не получите 200-300 фпс. Может 30-40 вы получите. Тут идет речь о том что если железо способно выдавать больше 144 фпс. Вы фпс разлочите и получите прибавку. Ограничение фпс будет полезно тем у кого слабые компьютеры. Для тех у кого не нужно чтобы прыгал фпс там 70-40-90-50-60-120 там в некоторых местах. Вы ограничите фпс на 60 как ваш монитор не включая вертикальную синхронизацию. Потому что вертикальная синхронизация добавляет input lag. То есть ваша мышка начинает плавать. Вы ее не сможете контролить. Тем самым вы можете просто ограничить фпс на 60 с выключенной вертикальной синхронизацией. И вы будете играть с хорошей отдачей мышки и 60 кадров в секунду под ваш монитор. Если максимальный фпс добавляет нагрузку на процессор и видеокарту. То ограничение фпс позволяет сэкономить ресурсы как процессора так и видеокарты. Поэтому пробуйте, делитесь с друзьями ссылкой на это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Комментируйте обязательно. Потому что в каждой ситуации на каждом компьютере разный фпс. Могут быть разные результаты. Поэтому попробовали. Если есть возможность отписались. Да помогло. Все спасибо круто. Нет стало хуже. Не забывайте также сделать копии данных файлов, которые я указал. Скопируйте, чтобы если что вы могли вернуть рабочие настройки. На этом все. С вами был Денчик. Увидимся на стримах и на сосновке. Всем удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok